Субтитры делал DimaTorzok Чего тебе, сука? А вот и наша звезда. Черт, я успел проголодаться, пока тебя ждал. Садись. Сейчас папа доест и поедем к сеньору Вектору. Ты вчера говорил про какой-то сюрприз. Я правильно помню? Или меня глючит? И то, и другое. Ты же вечно все забываешь. Короче, так сложилось, что я нарыл для нас офигенную работу. Так. Ну, я, конечно, не знаю, насколько она офигенная. Но выдал ее один человечек. Как же вы звали? А, да. Декстер Дешон. 150 килограммов фиксера. Чувак из высшей лиги Найт-Сити. Черный Христос по смерти собственной персоной. Что за работа? Мы хоть живыми вернемся? Наш мессия хочет поговорить с тобой лично. Один на один. Так что сама понимаешь. Все теперь зависит от тебя, Чика. Почему от меня так? Вы с Тибак типа ни при чем? Тибак и Декс давно знакомы. Меня он уже видел. Сказал, осталось проверить только тебя. И дело в шляпе. Слушай, Ви, кто платит, тот и заказывает музыку. Ему просто нужны гарантии. Он нормальный мужик. Серьезно. То есть выбора у меня нет. Декс самый серьезный человек среди фиксеров. Ты сама знаешь. Я ничего не имею против Патро и Вакако, но Декстер это высшая лига. Понимаешь, о чем я? Я знаю, кто такие фиксеры. Они ищут того, кто выполнит их заказ дешевле всех, а потом выкидывают его труп на свалку. Вот именно, Ви. Как раз так и бывает. Грациас, адьос. Я пригнал твою тачку. Он был вчера знакомому в мастерскую, чтобы подлатал ее после гонки с мусорщиками. Спасибо. Милу с твоей стороны. Мигель уж для меня постарался. Тачка ездит как новая. Это мы посмотрим. Ну что, дельтуем? Посмотрим, как она бегает. Погнали. Куда едем? Крипер? Эй, Чика, не гони, а? Я ж только поел. Я так и так собирался к Вику. У меня свидание с мести. Да ладно. Прохладно. Она милаха. Понимает меня с полуслова. Та-дам. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают дядя. Мне нужен набор, как у взрослых, Вик. Хочу прокачать оптику и поставить захват. Да ладно. Неужели? Наконец-то. Вик, у меня новая жизнь. Кто получает работу от Декса Дешона, тот переходит в высшую лигу. Старая техника не потянет. Ага, само собой. Ты молодец. Только аванса он тебе не дал, да? Не нуди, Вик. Я тебе все верну. С процентами, как всегда. Последний раз, слышишь? Давай в кресло. Садись, расслабляйся. Оптика, Кироши. Лучшее, что у меня есть. И как раз для такого случая. Подключайся. Кироши? Вик, у них же лучшая оптика. Ну а что? Мы себя тоже не на помойке нашли. Я сказала, что заплачу, но на такую технику у меня вряд ли хватит. Да ладно, придумаем что-нибудь. Мне главное, чтобы ты вернулась живой и здоровой. И с деньгами. Ты давай выбирай, а я пока посмотрю, что там с тобой. Субтитры делал DimaTorzok 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 Я готова. Вырезай. Отлично. Можем работать. Давай клади свою руку. Игрок высшей лиги. Вот так. Молодец. Сейчас обезболим и можно резать. Чувствуешь что-нибудь? Тебе что, прямо в подробностях? Ты говоришь, как стоматолог. Они тоже все озвучивают. Слушай, не издевайся. Я старый, а рука у меня своя. Заскользнет еще. Сейчас будет темно, не пугайся. Так. Ну, теперь давай проверяй, как работает магия. Я тебя подключаю. Ну, поначалу, может быть, неудобно. Помехи там, знаешь, туман, размытость. Ну, как тебе? Все в порядке? Очень круто, Вик. Ха-ха-ха, сука. Теперь сканер. Нужна пара секунд, чтобы к нему привыкнуть, но в жизни вообще сразу мало что получается. Потом сканер синхронизируется с мозгом и будет считывать твои намерения. Через него у тебя будет доступ к файлам полиции. Если встретишь плохих парней, будешь знать, что они делали плохо. Хе-хе-хе-хе, тебе понравится. Достань оружие. Ты должна увидеть счетчик патронов и новую мушку. Там еще этот нейровирус с последней работы. Проверишь? Я уже проверил. И удалил, когда ставил тебе имплант. Заодно слегка почистил фуйсов. Считай официальная проверка антивирусом. Охренеть, Виктор. Даже не знаю, что сказать. Пообещай, что будешь это принимать. Два нажатия сразу, еще два через час. И что это? Мягкий стимулятор. Ускоряет нейротрансмиссию и устраняет часть побочных эффектов от адаптации импланты. И еще раз спасибо. Ты крутой. Хе-хе-хе. Иди, малыш. Покажи им все. И не забывай старика, когда выйдешь в высшую лигу. Блокс. Блокс. Твоя сердечная чакра немного в дисбаланс. Я ее гармонизирую. Но тебе надо избегать мест с негативной энергией. И вообще все... Ви, тут такие новости. Я поговорил с Дексом, пока тебя кромсали. Он подъехал, чтобы с тобой поболтать. Парканулся тут в двух шагах. Около Грамши Бургерс. Окей, постараюсь договориться. Не только вам! Привет. Хочу тебе кое-что предложить. Дело довольно деликатное. В последнее время на улицах стало много киберпсихов. Ты, наверное, в курсе. Меня эта тема очень интересует. По разным причинам. Есть люди, которые считают, что киберпсихоз можно вылечить. Ага. Слушай, я понимаю, как это звучит. Но мне кажется, что экспериментальная терапия – это лучше, чем пуля в башке. Если я узнаю, что у кого-то приступ, я тебе позвоню. Может, ты успеешь что-то выяснить до того, как приедет Макс Дан. Только не забудь, тебе не нужно никого убивать. Попробуй просто вырубить псих, а я тогда пришлю за ним в машину. Надеюсь, все понятно? Макс Дан. Йоу, мисс Ви. Рад встрече. Декстер душен собственной персоной. Езжай. Не против, если я сначала спрошу, что, на твой взгляд, лучше? Быть никем и спокойно дожить до старости? Или вписать свое имя в историю и отдать Богу душу еще до тридцати? Это что, проверка? Нет, просто моя любимая тема. В смысле, загадки? Нет, мисс Ви. Философия. Теперь слушай. У меня на примете серьезное дело. Гораздо серьезнее, чем громить притоны мусорщиков. И что за дело ты приметил? Есть один прототип. Биочип, если точнее. Его надо забрать. Вот и все. У корпорации, наверное? Угу. У Арасаки. Это же не проблема. Не проблема. А смертный приговор. Найт-сити и их территория. Они же нас раскатают. А как иначе, мисс Ви? Больше риск, больше добыча. Первое правило по смерти. Да и я тоже не дурак. Сделаем все так тихо, что не оставим даже следов, которые надо заметать. Мы друг друга поняли? Ты уже все придумал? У тебя есть план? Расклад такой. Сначала уладь небольшое дело с парнями из Мальстрема. Потом поговори с заказчицей биочипа. Ничего сложного. Она... Расскажи о нашей заказчице. Зачем ей меня видеть? Ее зовут Эвелин Паркер. Я пытался пробить ее по базам. Начал спрашивать по городу. Так, и что? Откликнулись ребята из пассивники. Попросили, чтобы я перестал спрашивать. А девочке просто хочется увидеть того, кто будет выполнять заказ. То есть пойдет прямо в бег. Меня там не будет. Тибак не очень любит людей. А Джеки не лучший представитель, сама понимаешь почему. Так что выбор пал на тебя. А что за дело надо уладить с Мальстремом? Вставляй щепку. Классическая история. Две недели назад банда психов перехватила груз Мелитеха. Разжилась техника. Корпораты до сих пор не знают, что это были мальстремовцы. Среди этой техники был болт. Маленький боевой робот. Прототип. Образец передовых военных технологий. Мне нужен этот болт. Без него мы не доберемся до чипа и не попадем ни в какое светлое будущее. Только учти, эта игрушка на один раз. Деньги за болта уже заплачены Мальстрему. Проблема в том, что контракт я заключил с человеком, которого звали Брик. Он был у Мальстрема главарем. Мы ударили по рукам, а через три дня его сместил ближайший друг из подвижников, Саймон Рэндалл. Он же Ройс. Теперь он главный, и я понятия не имею, что он думает о контрактах своего предшествия. Вдобавок ко всему, украденным грузом очень интересуется некая Мэридит Стаут из Милитек. А при чем тут эта корпоратка? Чтоб я знал. Носится по городу, как угорелая, спрашивает, куда делся груз. Возит в багажнике парня, который как-то причастен. Скорее всего, груз был для нее, но кто-то ее подставил. Монохром, видимо, ее главный подозреваемый. Улик против него нет, но отпускать его она пока не хочет. Ей надо найти технику, пока боссы не узнали о том, что случилось. Ну и ну, мисс Ви. Таким даром дедукции можно гордиться. Надеюсь, эта информация будет тебе полезна. Думаю, контакты этой сыщицы лишними не будут. Пересылаю. Думаю, я знаю все, что надо. Пора за работу. Как приятно слышать. Встречу с Эмилен Паркер я тебе устрою, а болтом займись уже сама. И еще, мисс Ви. Так тихая жизнь или смерть в лучах славы. М-м-м. До скорого. Джек, я поговорила с Дексом. Хе-хе. Гордит ты большой человек во всех смыслах, скажи. Он типа хочет убедиться, что мы профи. Видимо, за профи сойдет тот, кто разгребет говно за Мальстремом и Мелитехом. Там какой-то бот, военная разработка. Мальстремовцы его спиздили. А Декс купил, но только не получил, потому что у них сменилось руководство. А, да, слышал. Ройс устроил Брику, дворцовый переворот. Типа того. Декс сказал нам поговорить с Ройсом. Еще дал номер какой-то бабы из Мелитеха, но не знаю, как она нам поможет. Чинган. А не слышу восторга в голосе. Ты что-то знаешь про Ройса? Ройс просто наглухо ебанутый. Для него хром, как наркота для торчка. Еще вот какое дело. Мне надо встретиться с нашей заказчицей, Эвелин Паркер. Тебе? А Декс что будет делать? Ездить в лимузине и болтать с девочками? Паркер потребовала кого-то из команды. Декс решил отправить меня. Ну, хозяин, барин. Итак, с кого хочешь начать? С мальстремовцев или с Паркер? Думаю, сначала постучимся к мальстрему. Ногой. Орели. Тогда я поеду к Коулфудс и посмотрю, что там почем. Hasta luego. Продолжение следует... Продолжение следует...